Иван Иванович как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам, отдернула, но было уже поздно. Так эмоционально окрашенный отрылок чеховского произведения «Злой мальчик» будет представлен на фестивале «Кинотаврик» в Москве. Его студия киножурнала «Компот» представит в номинации «Художественное слово», и это лишь одна из тех, куда заявились молодые таланты. Читать также будут Твена Цветаева и не только. О, хозяин, хозяин! Правда, идет! Еду мне несет! Пьеса «Мария Ладо» – очень простая история, еще одна работа, которую студия представит на фестивале. Текст адаптирован под возраст актеров, но каждая роль требует максимальной концентрации. Самое сложное – это отойти от своей личности и вжиться в роль другого человека. То есть это нужно представить, это нужно ощутить на себе, это очень сложно. Я просто как такой персонаж, который просто знает, что будет дальше. Как будто уже заново это проживаю. Просто стою в столе и доживаю свои дни. Спектакль на фестивале студия представит впервые, но главная изюминка «Компота» – их киножурнал, который взял гран-при на Кинотаврике в Сочи в прошлом году. В этом надеются вновь приехать домой с победой. Мы готовим чтецкие программы. Уже приготовили, скажем так, третий выпуск нашего киножурнала «Кино» и также третья номинация – это театр, в котором мы участвуем. Мы делали декорации, мы очень много репетировали, гоняли, гоняли. Ну вот, надеюсь, что оценят на фестивале. Отмечу, премьеры детского киножурнала «Компот» всегда выходят на Первом Ярославском. И уже с понедельника, 26 марта, стартует новый сезон и новые серии, в которых снялись звезды отечественного кино. А в преддверии фестиваля воспитанники студии делятся главным правилом, соблюдая которое можно быть уверенным в успехе. К Кинотаврику юные актеры готовы, но самое важное в любой подготовке – это… То, что говорит режиссер. А режиссер говорит… Начали! Полина Грач, Антон Комаров. День в событиях.